Ну, во-первых, я очень рада вас видеть, потому что я так соскучилась. Вы даже тебе представить не можете. По всем вам и по вот этим мероприятиям, которые столько времени уже мы продолжаем. И я рада, что Рома меня подстегивает и подстегивает и подстегивает, несмотря ни на какие грустные обстоятельства наших нынешних биографий. Ну вот, это первое. Второе, Ромочка, ты уже включил, да? Молодец. Второе, я хотела вам пожаловаться, что за вот эти последние проклятые вот эти вот полтора года, сколько нужно, почти два, да, этой пандемии, я никуда не езжу, я не вожу экскурсии. И мне этого так не хватает ужасно. И поэтому я начну с вот этой вот панорамы, которая изображает город Любек. Потому что я в свое время очень много ходила экскурсий по Любеку. И это очень любимый мой город. А самое интересное, что я все время натыкалась в нем на следы, связи с Россией, с Новгородом и так далее. Вот, поэтому я его нежно люблю. И потом город же красивый, конечно. И, кроме всего прочего, я решила соединить этот город, небольшую прогулку по нем. Я решила соединить с приличными очень людьми, с гордостью немецкой литературы, можно так сказать, с семьей Ману, с их детьми, которым выпала очень нелегкая жизнь. Все, естественно, с Москвой, к которой эти люди имеют самое прямое отношение. Ну и, конечно, еще и с Берлином. Как вы понимаете, без Берлина никуда. Вот, и вот такое будет небольшое путешествие с людьми и с географическими всякими точками. И так Любек, который, вход в который, это вот эти вот ворота с двумя башнями, которые были символом Германии в Брюсселе. Там, помните, есть такая, была именно, как сейчас. Есть такой, ну, как бы заповедник, который называется Мини-Европа. Так вот, Германию олицетворяла вот эта вот штука. Вот это старинные ворота. Вот, Биттер, двери любит. Вот, а кроме того, еще это были любимые ворота еще и потому, что до евроэры, помните, когда-то были марки. Так вот, на этих марках, на 50-марочной купюре, были вот эти ворота. Поэтому немцы их нежно любили, эти 50-марочные купюры. Нежно любили, любили. И когда появилась реформа вот эта денежная, они страшно любичами, я имею в виду, страшно переживали и даже устраивали акции протеста. Ну, в общем, все это, конечно, было хорошо. А теперь я хочу сказать вам, что же за люди там жили и что... Ну, вот, например, в центре такая двухглавая Марин Кирхи Любика. Известная, я думаю, вы даже там бывали. Она интересна тем, что там похоронен колокол, который упал во время войны и разбился во время бомбежки. А еще она интересна тем, что там есть небольшой такой передел церковный, из которого новгородские или новгородские, как надо сказать? Новгородские. Новгородские купцы выезжали в плавание, в основном, в Новгороде, в индейские города. И вот однажды я вычитала такой патриарх, что один любитский купец, немец, богатый, отправился однажды в Новгород, это было в XIV веке, отправился в Новгород, и когда он прибыл уже туда, на Русь, это уже была православная Русь, он очень сильно проникся в православие, раздал все довольно большое имущество всякими там городевым, нищими и так далее. И кончилось это тем, что он сейчас, его имя находится в святках, в святцах православной церкви под именем Прокопия Устюрского. Есть такой, это неважно, но главное, что первый святой в православных святцах, это как-то немецкий купец из Любика. Мне это показалось довольно забавно, хотя я, в общем-то, спокойно к этому отношусь. Еще люди, которые там жили, мне были интересны очень, потому что в этом самом Любике жила семья Манна. Та самая семья, у которой вообще совершенно невероятная судьба, потому что мы с вами знаем Томаса Манна, знаем Генриха Манна, знаем Клауса Манна, может быть, это уже сын Томаса, но, оказывается, внуки, вообще все члены этой семьи, оказывается, были писателями. В полном смысле этого слова. И братья Манна, их было, между прочим, трое, не только Генриха и Томаса, но еще и Виктор такой был человек, который тоже писал, но не так хорошо, как старшие братья. Вот, и дети, которые тоже, в общем, стали писателями, и внуки, которые стали писателями, и все оказались очень талантливыми людьми. Дом, в котором жили Манны, это большое семейство бюргерское, он не сохранился, но восстановили, в общем, на том месте, где был старый дом, и сейчас там культурный центр, который называется «Центр Генриха и Томаса Мана». Вот этот дом, спасибо, Ромочка, вот этот дом, который сейчас есть, который является центром в Любике, центром немецкой литературы, можно даже сказать, потому что говорят и пишут, я не знаю, я не проверяла, но говорят и пишут, что после Дёте, литературное имя номер два, это Томас Манн. Ну, не знаю, не знаю, у меня другое имя, но это не важно, это совершенно не важно. Они жили в этом доме, это семейство, семейство было большое, богатое, бюргерское семейство, а бюргеры, с точки зрения Томаса Мана, это национальный символ Германии, это культура Германии, это этика Германии, это эстетика Германии, это образ жизни, это, в общем, положительное очень явление, в отличие от, вот, что такое бюргер в нашем понимании, это мещанин, да? А мещане как-то вот у нас это такое несколько пренебрежительное отношение. Это деятельность, и это даже искусство, но только то, что мы называем не изобразительным искусством, а то, что мы называем прикладным искусством, да? Вот, отсюда они ходили в гимназию, гимназия находится неподалеку, Катеринская гимназия, отсюда они ходили в эту самую Марьин Кирху, о которой я вам немножко рассказала, отсюда они сбегали из дома часто довольно, вообще были ребята довольно своедародные, и вот сейчас, куда они сбегали, следующая у нас фотография, это берег реки, где стояли, есть, да? Рубчик такой. Вот, это берег травы, ну, эту фотографию, я думаю, тоже, вернее, не фотография, это место, где, может быть, вы гуляли на бригад травы, так мне, когда гуляла я. Вот, и это склады, вот эти два здания в центре, рядом с белым зданием, это склады, которые принадлежали семейству ману, они были люди богатые, занимались они торговлей, занимались, ну, а в Любике все, вся торговля, это корабли, вот, и тут были такие серьезные, такие серьезные деньги, я бы так сказать. Но когда умер отец семейства, то есть до того, как он умер, конечно, он все это дело продал и разделил деньги между своими детьми. Ну, а дети, естественно, что делают дети, когда у них есть деньги, и когда они не хотят жить в провинциальном Любике, они, конечно, оттуда сбегают, уезжают, кто-то поступает в университеты, кто-то едет в Баварию, и начинается совершенно другая жизнь. Вот, начинается другая жизнь, и эта жизнь, вот видите, это детская фотография, Генрих слева, Томас в центре, и две девочки справа, к сожалению, эти девочки рано ушли из жизни. Одна девочка не стала актрисой, и поэтому покончила с собой, а вторая девочка умерла довольно рано. А вот эти два брата, которые росли очень, ну, так, недоурно, я бы сказала, они все время как бы утверждали свое лидерство. Ну, Клауд, Генрих был старше, и, в общем, вроде как бы это было нормально, что он лидер, ну, а Томас ему не уступал. Давай, и после того, как они уже нашли уже, наконец, свой путь, оказалось, что Плаус, пшу, черт, что я бы сегодня на Плаус долю, что Генрих настоящий писатель, он начал писать первым, он сатирик, а Томас Манн стал писать немножко позже, но он писал совершенно в другой манере. Вот эта фотография, это Томас Манн, так сказать, имя номер два в немецкой литературе, и это человек, который, в общем, прожил очень творческую, очень насыщенную жизнь, и у которого были очень сложные отношения с детьми. Просто очень. Первая вещь, которую он написал, практически, по Масамаме, первая вещь, это Буденброкин. Вы наверняка слышали это название, я не знаю, читали его, я честно, вот честно признаю, мне было скучно. У меня как вам. Скучно было? Нет. Нет? А мне было скучно. Ну, какая-то она многословная очень, до мой взгляд. И вот эти два... Томас уехал в Нюнхе. Там он опубликовал большим трудом, между прочим. Ну, не сразу, конечно же, как это бывает обычно с первой работой начинающего писателя. он опубликовал Буденброков, и к нему, в общем, пришла известность, а потом еще и слава настоящая. Но он был, понимаете, он был таким традиционным гуманистом, романистом, таким, ну, в духе психологического романа. А его брат, давай, следующего. А его брат, старший, Генрихман, он был публицистом, страшно либеральным, очень продвинутым социалистом и сатириком. И у него совершенно другие вещи, которые пользовались тоже большим успехом, и бесконечный был спорт, тоже из них лучший писатель. Генрихман или Томасман. Но это было не так важно, на самом деле, для последующей судьбы немецкой литературы. Но биографии у них были очень сложные, особенно сложные была биография Клауса Мана, потому что всем пришлось эмигрировать, понимаете, всем пришлось эмигрировать в 30-е годы и с знаменитым писателем, и не очень знаменитым писателем, и всем пришлось плохо. Особенно плохо пришлось Клаусу, ну что, особенно плохо пришлось Генриху, потому что когда он уже был эмиграцией, гитлеровские времена, никто его не печатал, никому он был неинтересен, и он просто был на грани нищеты. Кроме того, он женился на голубом ангеле. И о Генрихе Манне люди знают в основном более подние поколения, они знают его не столько как автора больших романов, сколько как автора романа учитель Гнуск, по которому когда-то поставили фильм «Голубой ангел», в котором вышла на свет, вышла на большую сцену Марлен Дитрих. Вот Марлен Дитрих, ассоциация «Голубой ангел» и где-то так автор Генрих Манн. А на самом деле персонаж «Голубой ангел», персонаж Марлен Дитрих очень был похож на его вторую жену, на жену Генриха Манна. И это было все очень непросто, она была певицей, она была она работала в КБР, он влюбился, он был намного старше, ну вот прямо как вот роман. И она естественно пила, детей у них не было, в Париже ей было делать тоже нечего, ну и в конце концов она умерла от алкоголизма, так что ему, конечно, в этом плане не позавидно. А первая его жена была чешской, и не просто чешской, а чешской еврейкой, и от нее у него была дочь, от дочери внуки, и все они, ну внуки и правнуки, они носят фамилию, существуют эти люди, и носят они фамилию Манн-Ашкенадзи, такая знаковая поделка. Клаусманн, да что ж такое со мной делается? Генрихманн был человеком очень трагическим, и у него были проблемы не только литературные, с издательствами, с биографией, с любовью, он был очень одиноким, и самое главное, он плохо уживался со своим братом, а так как брат был знаменитый его, то это вносило как вы понимаете дополнительную трагическую ноту в его жизни. Давай следующим. Вот я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели на фотографию, это в Штатах, это уже эмиграция, это два брата, и вот даже вот здесь видно, они на светском приеме, и видно даже по этой фотографии, вот видите, Томасманн такой закрытый, подтянутый, все у него выглажено, или платочек торчит так, как надо, а Клаус руки в карманах во фраке, ну куда это добиться? Платочек опять. Ну вот он это настолько фотография характерная, что множество, в общем, конечно, много в интернете таких фотографий, я выбрала эти. Единственный раз эти братья работали вместе, и это самая неудачная страница их биографии, о которой они очень не любят говорить. В 1895 году Генрих Манн стал редактировать журнал, ну молодой еще, конечно, человек, стал редактировать журнал, который назывался 20-й век, журнал Германии, нужен, журнал и журнал, но этот он целый год его редактировал, но этот журнал был известен своими антиеврейскими настроениями, тогда вот появилось это любимое наше слово антисемиты, ну оно просто появилось как термин, потому что люди, которые ненавидели евреев, были гораздо раньше. И вот он в этом журнале стал редактором, и несколько статей в этом журнале поместил Томас Манн, это продолжалось один год, потом Генрих ушел из этого журнала, Томас перестал тоже там печататься, и об этом периоде своей жизни они никогда не любили упоминать, это как-то было не очень свойственно им, но что интересно, что оба они же не есть по евреям, конечно, в результате, и когда Томас Манн попал в Мюнфен, он познакомился с Катей Принцхай, такая была семья в Мюнфене, это было очень известное, очень светское, очень культурное английское семья, где отец Кати был профессором математики, вот они, подержи, ладно, вот, был профессором математики, банкиром и известным коллекционером, причем такого масштаба серьезного, вот, ну и тут, конечно же, возникла любовь, очень серьезная такая любовь, очень быстро вспыхнула, Катя недоучилась, бросила университет и вышла замуж за Томаса. Принцхай мы сначала не хотели этого брака, ну просто не хотели, чтобы дочка получила образование, как все нормальные еврейские родители, но кончилось это именно вот так, Катя Ман и Томас Ман на этой фотографии, и она начала рожать детей. Сразу же после свадьбы тот же год, они поженились рано, в ранней весной, а в ноябре уже у них появилась дочка Элика, самая старшая справа. Через год после Элики появился сын по имени Клаус, вот они с правой стороны. Томас Ман был страшно недоволен тем, что у него ждет дочь. Он хотел сына, и долгое время он ее как-то даже на руки не хотел брать. Но потом оказалось, что Элика была его любимицей. Более того, она была единственной из его детей, которые остались племеном. Ну, через, конечно, длительное время, потому что девушка была авантюрная, страшная. Вот, и она собственно до самой смерти проработала с отцом, потом она занималась его наследием, потом она издала там два тома переписки, чуть ли не 10 тысяч писем Томаса Мана, и несмотря на то, что вот вначале он ее не хотел и не любил, потом он ее все прощал, потому что она была очень эксцентричная и оплачивала ее долги. Клаус Манн это самый такой трагический персонаж в этой семье. Видите с правой стороны мальчик? Он был очень талантливым, очень. Он обожал свою сестру, у них был всего год разницы, и первую юношескую часть своей жизни они привели все время, они были вместе, и профессионально вместе, и увлечение общее, и путешествие общее, ну вот любили они очень друг друга. Ну а остальные дети еще было две девочки, самая младшая, вот она, видите, Елизавета, между ними довольно большая разница, она дожила до 2002 года, и все они, все эти дети написали мемуары, и вообще писали. Ну еще один с левой стороны мальчик, не маленький мальчик, а уже довольно взрослый, это человек, которого называли Голу, мам, и который самые нелицеприятные воспоминания о своем отце именно он написал. Он писал о том, как отец их давил, как он им не давал реализоваться, как под его, так сказать, тенью они чувствовали себя все время всего-навсего, детьми, знаменитого, отца, и это им сильно мешало жить. Ну, что касается Голу, то он реализовал себя как историк. А еще один мальчик на руках, Михаил его звали, он вообще избежал всех этих проблем, потому что он стал музыкантом. И все. А у музыкантов не бывает проблем с родителями, которые писатели. У них были проблемы совершенно другие. Ну и еще там одна девочка Моми, тоже с ней были очень сложные отношения, и тоже она не любила своих родителей. Вот прямо все так писали, во всех своих воспоминаниях об этой семье. Это, конечно, очень жаль, но это так. А что касается старшей парочки, Клауса, Мана и Эрики Ман, то они были, конечно же, росли, один родился в пятом году, она, вернее, в пятом, другой в шестом. И они, конечно, это были дети нового века. Первая мировая война, инфляция. При очень богатых бабушке и дедушке, Клаус, например, писал, воспоминания, что они ходили высеком по улице, что они каждые выходные навещали бабушку и дедушку, и там был парадный обед, как полагается, как это велось у них до войны. Это была традиция обеда у родителей Кати. Но если вначале, ну, когда-то это все было, конечно, очень парадно, и в доме бывало до двухсот гостей вообще-то, то во времена инфляции конечно, ничего этого не было. А подавали чай, но правда в сервизах, чай был в коллекционных чашках, и такие черные, ну, даже не сухарики, но печенье, но из темной муки. Ну, я думала, что это все правда, так оно и было. Вот. А потом они учились, эти дети, Эрика и Клаус, потом они стали заниматься, Клаус вообще начал писать в 15 лет, он потом писал пьесы, Эрика хотела быть обязательно актрисой, и училась даже у самых знаменитых режиссеров тогдашних немецких, Рейнхарда, например. Вот. И они уехали в Гамбург, уехали в Гамбург и стали выступать, Клаус стал писать пьесы, а Эрика в этих пьесах должна была играть. Ну, скажем, прямо к ним присоединился еще один человек, о котором мы немножко позже будем говорить, и немножко они так занимались театром, а потом они решили путешествовать. Вот эта парочка. Они везде ездили в двое. И первое кругосветное путешествие, которое они так и назвали «Кругосветка», оно состоялось в 1927 году. Они отправились из Гамбурга, они отправились в Штаты, потом они проколитили все Штаты, потом они из Штатов отправились в Японию, из Японии. Куда можно попасть из Японии? В Владивосток, как вы понимаете. Вот. Они писали репортажи, в общем-то все было хорошо, их оплачивали, гонорары они какие-то получали. Но когда попали во Владивосток, им надо было добраться до Петербурга, чтобы сесть там пароходы и отправиться опять в Гамбург. Значит, из Владивостока они ехали, 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 две недели они ехали и в конце концов приехали в Москву, а вновь в Москву в Петербург. тогда это уже был Венингро. И вот что интересно, мне попалось кусочек вот этой книжки «Кругосветка». Всю я прочитала, она просто на русский язык переведена была тогда. А вот этот кусочек, когда они ехали из Владивостока, он был на русском языке и довольно интересен. Но вот эта молодая пара, они понимаете, они туристы, им совершенно не важно какой там социальный строй, индустриализация началась, не началась. Они едут по стране, которая их поражает, потому что это совершенно дикая такая страда, да еще морозы такие очень сильные. Кроме того, оказалось, что они не совершенно голодали, потому что у них не было денег, у них были только доллары, марки, ну немного, но были. А иди разменяя где-нибудь между Владивостоком и Москвой на какой-нибудь станции. Чековая книжка тоже, как вы понимаете, нигде не действовала, и они просто помирали с голодом. Но в один прекрасный момент... Я убежала от микрофона. Да? Вы меня не слышите? Я слышу. Извините. В один прекрасный день, они встретили в поезде, между прочим, на станции во время остановки. Они встретили немецкого писателя Берггарда Келермана. Ну, я думаю, что некоторые читали его тоннель. Ну, в общем, был такой хороший писатель немецкий, и они его случайно, просто случайно встретили, они к нему обратились, не зная, что это Берггард Келермана. И сказали, что они поддержались здоровьем, и у них совершенно нет денег, но у них есть множество сувениров, особенно многое из Японии. Не хочет ли этот человек, который говорил по-немецки, очень неплохо, не хочет ли он купить у них сувениры и таким образом их поддержать. Ну, когда они разговорились, он узнал, что это дети Томаса Мана, представился им, и, конечно же, одолжен им. Ну, вот, а потом они приехали в Москву, она тоже, они о ней почти не пишут, потом они через Петербург вернулись домой, и когда они, наконец, пристали перед родителями, отец спрашивает у них, так что же все-таки больше всего произвело на вас впечатление во время этой поездки? Они ответили хором Берггард Келерман, потому что он нас выручил. Ну, надо вам сказать, что как раз через небольшое время Томас Ман получил свою Нобелевскую премию, и, значит, расхватился со всеми долгами своих детей. Вот такая маленькая история, которая у меня была очень-то забавна. Дальше вот этот персонаж, который в это же самое время, в 20-е годы в городе Гамбурге актер, мечтающая театр и славе, его зовут Густав Вибгенс. Вот это вот время, когда они с Эрикой поженились, когда они влюбились друг в друга, поженились, и они, собственно, в Гамбурге начали работать над совместной постановкой. там одной пьесы, которую написал Лаус, Анна Естера, Лаусна, да, в общем, важно, конечно, и это была очень тесная компания. Они дружили, там еще одна барышня была, дочь немецкого, тоже драматурга немецкого, помыла, вот, и получилось так, что Эрика с этим самым Густавом, он был не Густав, а Густав, фу-фу, это он так изменил свое имя, чтобы быть заметным актером. Вот, они, значит, поженились, а Клаус помолвлен был с помилой, они делали один спектакль, ну, в общем, брак, в конце концов, эти поженились, а те не поженились, ну, в общем, все это, в конце концов, распалось, и вся эта компания, ну, как бы, рассыпалась, конечно, но все-таки они всю жизнь поддерживали отношения и следили друг за другом, главное, как, так сказать, как развивается жизнь, судьба, дальше. И этот самый мальчик, вот этот, это один из самых известных актеров Германии. И этот мальчик, самый его любимый и самой благополучной и удачной ролью была роль Мефисто. Если, может быть, вы помните, был такой фильм Мефисто. Нет? Не помните? Ну, короче говоря, он играл Мефистофеля Пауссия, Гетта, и действительно, это была его очень заметная и необычная роль. Он сделал большую карьеру, этот человек. Но он был актер, он был актер, он работал в разных театрах, в том числе коммунистического направления, когда было их полно в Германии, коммунистического направления, кабаре, мюзиклы. Ну, у него хорошие были данные, он хорошо двигался, танцевал, пел, трагическим был актером. В общем, Бог положил такое печать на его чело. Но, во всяком случае, он с Эрикой был довольно долго, три года они были женаты, но в конце концов они разошлись. И разошлись они в основном по политическим тоже мотивам, потому что Генрих Ман уехал в эмиграцию, вернее, ну, он просто оказался в эмиграции, потому что он уехал еще на лекции, турне по Швейцарии, а потом Гитлер пришел в классе, они не вернулись. Генрих и... То есть Томас Ман и его жена не вернулись в Германию. Потом туда уехали дети. Эрик уехал, Клаус уехал, Голу и... В общем, вся семья перебралась туда. Генрих Ман тоже перебрался туда, и они там все оказались. И специально для этого самого Густава специально устроили гастроли в Будапеште, чтобы он смог уехать из Германии и остаться в эмиграции, но он не захотел. И вот там, когда дальше будет эта история продолжаться, вы увидите кусочек из фильма, фильм, который называется «Мефисто», его поставил венгерский режиссер. Вы увидите кусочек, где он объясняет своей жене, почему он не может уехать в эмиграцию. Тут его зритель, тут его язык, тут это его родина, и вообще у него в семье нету евреев, а только немецкая кровь. Вот вы там потом это увидите. Значит, пока, понимаете, это 20-й рубеж 30-х годов. Это все бурли, это политические страты, ну, вы представляете себе, конечно, это перед нацизмом. И наши герои, Эрика и Клаус и Генрих категорически против нацизма, категорически против фашизма. И поскольку им уже почти место в Германии, они создают свое кабре, которое называется перечная от слова перец, перечная мельница. И в этом кабре Клаус пишет, Эрика пишет, потом она исполняет, она поет, она танцует. И это вот такое сатирическое кабре, которое так и называется перечная мельница. Начинали они еще мельчины, потом они переместились в Свейцарию, колесили немножечко по Германии. И вот то, что сейчас я там нашла в интернете, это песни, ну, это вообще-то диск того, на котором были записаны песни того времени. в том числе вы сейчас увидите, услышите вернее песню, которую исполняла Эрика Март в этом самом перечне мельнице о лжи. Ну, вы поймете, конечно, о том, что везде ложи, ложь процветает, ложь на львных ногах, и вообще король это ложь. Ну, вот сейчас вы услышите. А голос они очень интересны. львных 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 гастролировали по Европе еще не заняты фашистами. Они гастролировали все хуже и хуже и хуже их принимали, потому что уже время было другое. И в 37-м году оно все рассыпалось. Это прекратило существоваться. А в это время, как вы понимаете, весь мир следил за тем, что происходит в Советском Союзе. Потому что это была надежда передового человеческого. И в том числе конечно же антифашисты, в том числе антифашистские писатели, они очень хорошо относились к Советскому Союзу. Очень хотели, чтобы там было именно так, как было задумано. И проявляли большой интерес. И вот представьте себе 1934 год. Первый съезд советских писателей. И на этот съезд пишет Клаус Манн, фу, черт, опять Клаус, Генрих Манн письмо, пишет Бернард Шоу письмо, приветственные письма первому съезду советских писателей. Такие имена. Клаус отправляется в Москву. Ну, его, конечно же, принимают, ну, как всех иностранных писателей, да еще и сына. Генрих или Клаус? Не-не-не, Клаус, извините меня, я почему-то все время путаю. Клаус, молодой человек, в 1934 году попадает в Москву на первый след. Я хочу вам это немножко, но я хочу, чтобы вы это прочитали, потому что, во-первых, как он пишет, емко и так четко, и немногословно. А во-вторых, что он пишет? Он пишет, Москва, отель метрополь, княжевское гостеприимство, осмотр города, строительство метро, колхоз, ужасное впечатление от посещения магазина, необычайный интерес литературе в этой стране, зато вечно не хватает бумаги. После обеда открывается съезд, невероятная помпа, толчья, 8 тысяч заводов и фабрик намерены прислать своих представителей, пропаганда с помощью стены газет и тому подобное, портреты писателей до стены, громадные изображения Сталина и Горького, восторженная встреча Горького почти тоже при упоминании имени Тельмана, бесконечная речь Горького, говорит еле слышно, стилизован код патриарха, тут же сидит правительство, Молотов, Каганович, главнокомандующие войсками. Азиатский пир в Кремле, бесконечные тосты, распоряжаются граф Толстой и Кольцов, литература похожа на армию, поздно вечером в кино, новый русский фильм «Веселые ребята», мило и вообще-то ничего нового. Это об этом. И еще в другом месте он пишет о том, что на него произвело совершенно жуткое впечатление, когда в зал вошел взвод красноармейцев с примкнутыми штыками и как-то так пишет, что мне стало не по себе. А оказывается, эти красноармейцы пришли приветствовать съезд и попросить, конечно, передать заказ советским писателям «Пожалуйста, пишите о Красной армии». Ну, совершенно в нашем духе, но он был мне смущен. И так же, милитаризация вообще страды совершенно жутко. Ну, вот, это о первом следе, а дальше можно я вам прочту еще один взаг о Ленинграде. Ленинград, Астория, Москве на лед Азии, здесь Скандинавии, красивый город, провинциально, без московского размаха, Эрмитаж колоссально, всего прекраснее два Леонарда и блудный сын Рембрандта, балет, красивый бывший приборный театр. Поразительно старомодный, посыпанный нафталимом, пантомимом, декорацией 1900 года, удачные танцевальные номера, у публики более буржуальный вид с пролетарской прозлойкой, довольно много иностранцев и еще один момент, объявление поликмахерской, клиенты с заграничной валютой без очереди, это тоже поразило, нас нет. Дальше он пишет Россия, перемены строительства прежде всего земного, которое так необходимо, но литература не может заниматься только коллективизацией сельского хозяйства и тому подобное. ее неисследованные темы любовь, одиночество, загадка смерти, надежда, последнее счастье. Вот такими были его впечатления Плауса, Плауса, мамы, сына Томаса. Впечатления, причем он был, так сказать, очень настроен хорошо к Советскому Союзу, потому что фашизм все время была альтернатива, фашизм и Советский Союз. Но он, к сожалению, дальше пишет, что очень все похоже на фашизм. Вот. Ну, а потом, потом у нас кто? Ага, а в это самое время, в 30-е годы в Москву начали ездить крупные списательные прописки. Ну, вот в 35-м приехал Бернард Шоу. Вы же представляете себе этого мэтра Бернард Шоу, ему уже 75 лет, он приехал праздновать свое 75-летие в Москву, между прочим. И, конечно, ему было это все очень интересно, но вы увидите вот следующую фотографию, такая тоже характерная очень, видите, это Бернард Шоу со своей улыбочкой, с совершенно таким эроничным выражением лица, как его работы, как его пьесы. И вот эта вот публика, и вот эта вот женщина, которая на него смотрит, как на чудо морское, это толпа, которая его поразила своей хмуростью. И что он написал, когда он уехал? Он написал, что Советский Союз надо принимать серьезно. Вот. Это он заметил. Ну, а дальше, Ромочка, давай дальше. А дальше в Москве появился человек, которого звали Андре Жит. этот человек был очень... Микрофон, микрофон. Сейчас. Я же хочу почитать кое-что. Ага. Это был человек, который, ну, фигура очень знаковая в современном тогдашнем искусстве и литературе Европы. И он тоже был, конечно же, Нобелевский лауреат. И инициатором его приезда был Кильяринбург. Сталин его принял, так же, как он принимал Уэлсан через 14 лет после Енина, так же, как он принимал Нобелевского лауреата Бернарда Шоу. И, конечно, его ублажали со всех сторон, так как вы знаете, как у нас умеют ублажать. Ублажать. Но еще интересный такой момент. Дело в том, что Андрей Жит, когда он приехал, он, в общем-то, все увидел, все понял. И, вернувшись в Москву, в Париж, написал такое небольшое эссе «Возвращение из СССР», где, в общем, он ничего такого не хаял, а просто отмечал, что, с одной стороны, ему очень понравились дети, Артек, очень понравился парк Горького, очень понравились клубы Красной Армии, где, по сути дела, культурно образовывают советский народ, потому что он, в общем-то, не грамотный еще. Это он все отметил. Но, кроме того, он еще отметил все то, что мы с вами знаем, тоталитаризм, единое мнение, и потом он еще написал. Я не понимаю, что это значит, я буду там, куда меня пошлет партия. Это же пошли никакой. Ну, и много другого можно себе представить, что он написал в это время. Но я хочу вам прочесть просто смешную такую штуку. Актор, который неизвестен, это уже фольклор. Выглядит это так. Когда Андрея Жид уехал, вместо него пригласили потом, после него пригласили Фейхвангера. И вот звучит это так. Фейхвангер у дверей стоит с печальным видом. О, как бы все евреи оказался Жидом. Ну, а конечно, пишет Жид о том, что вся беда в том, что никаких моральных руководств не осталось, есть только личная свобода и личный выбор, который уже невозможен. еще один, да, принял его Сталик, конечно, он его не читал, понятное дело. Вот, и что надо еще заметить, что когда Андрея Жид отрида считала опять, и когда он уехал и написал вот то, что он написал, да, вот это еще я хотела изменить, отварившись немножко. Значит, когда Андрея Жид приехал, он приехал, собственно, Горькому, он хотел с ним повидаться, но Горький как раз будет в день умер. И вот видите, там вся эта компания, Сталин, Молотов, да, и Андрея Жид выступал на похороны в Горьком, он выступал в Мавзолее и, собственно говоря, говорил только о Горьком, о том, какой он патриарх литературы, какой это был талант, какая это была великая личность, а таких политических вопросов не затрагивал. Фотография мне показалась очень любопытной, я решила, что вы тоже должны меня увидеть. Вот, давай, ромочка, дальше. Итак, да, и что еще интересно, что все, кто принимал Андрея Жида, ну, там же было масса, переводчики были, организаторы его поездок, он называл свой номер в отеле с золотой клеткой, потому что его везде сопровождали, ему не давали возможности самому походить, но это все понятно. Вот, и, кроме того, еще вот, он говорил о том, что вот это стахановское движение, которое в Советском Союзе было в этот момент на самом пике, помните Алексея Стаханова, да, он говорит, я не понимаю вообще, что это за движение, что это за стахановцы, потому что во Франции любой шахтер выполняет норму Алексея Стаханова, или даже перевыполняет, никто по этому поводу не играет в детали. То есть ему были такие свои соображения по этому поводу. И что еще я хотела вам сказать, что все люди, которые участвовали в его приеме, они все были потом репрессированы. Ну, из-за этого, или вообще, или, боже мой, сколько непонятного и ненужного происходило в это время, мы знаем, но единственный человек, который остался из вот этого круга, это был Эмбург, который был очень близ. Еще надо вам сказать, что он участвовал Андрей Житт, участвовал в, вот видите, это афиша, ну, не афиша даже, а газета, которая начала выпускаться в 1933 году после прихода в гитлера власти, и это ну, листовка, или даже, я даже не знаю, как это назвать, потому что это не журнал, это первые такие странички, она была написана, как бороться с третьим рейхом, и вот если вам видно, я не знаю, вам видно или нет, то я ничего не вижу сейчас, какие там имена, Бернар Шоу, да, Генрихман, и так, ну, серьезные, серьезные, такие европейские писатели и деятели культуры, то есть мир, конечно, расколоться, и вот в это время, давай дальше, в это время, подожди, пожалуйста, в это время в Москве появляется Фихтвангер, это 1937 год, начало 1937 года, Фихтвангер очень знаменитый писатель, Фихтвангер уже в миграции, он приехал по приглашению в Советский Союз, вот, и его тоже принимал Сталин, ну, это видно, причем у них была большая трехчасовая беседа, такая серьезная, которую потом Фихтвангер изложил в своей книге, ну, что он там приукрасил, что нет, я не знаю, потому что книга называется, Москва, 1937 год, вот, но в этой книге он, в общем-то, видно, что он личностью Сталина, в общем, поражет, это видно, ну, конечно, когда он задает вопрос о том, зачем вам, зачем вам нужно, чтобы торчали везде ваши бюсты, ваши портреты, ваше изображение, вас, условия, на что он у Сталина так, фу, просто ответил, ну, и народу это нравится, ну, что же, я буду их обижать и запрещать, я как раз против этого, но народу это нравится, ну, в общем, примерно вот, ну, а что касается литературы, которая должна быть свободной же, выражение мнений должно быть независимое, он сказал бы, мы тоже за это, мы за то, чтобы литераторы писали свободно, конечно, но они должны писать в русле социалистической, политики, а если они мезосоциалисты, то народ их читать не будет, вот и все, и вот, основные, да, и вот, Фехтвандер, самое такое удивительное и непонятное нам, он участвовал в процессе, в начале 37-го года был, так называемый, второй московский процесс, это, ну, вы знаете, вы помните, 37-е годы, эти несколько процессов над руководителями партии, по сути дела, над руководителями правительства, Пятаков, там, Рейхот, Рады, там, они очень известны именно, и вот эти люди, вот они с правой стороны, это фотография с этого процесса, а с левой стороны написано о том, что, в общем-то, следующий будет бухарить, это уже тот процесс, на котором Энгер очень был, так вот, Энгер очень подробно описывает этот процесс, вот этот, второй, описывает людей, которые там сидели, пишут, что они совершительно производят впечатление замученных, пытаемых, производят впечатление людей, которые давят, заставляют давать признание, это, вот так пишет Энгер, пишет о Радеке, ну, в очень таких приятных таких тонах, ну, Радека, вы помните, наверное, да, он, кстати, в Бремени жил, некоторое время, Карл Радек, но это было в начале демокра, и пишет о том, что он шутил, и когда там, ну, сказали, что он, что следователь на него очень давил, он сказал, ничего подобного, это я давил на следователя, и следователь еле меня выдерживал, ну, в общем, как-то так, как-то так, мягко, я бы сказала, писал Энгер об этом процессе, более того, он написал, если это все подстроено, то я не знаю, что такое правда, вот так это выглядело, и следующая фотография, да, вот она, следующая фотография тоже составлена, но это вот та самая книга, которая была выпущена, как только, как только он это написал, она была тут же переведена, и тираж этой книги за одну ночь был выпущен в количестве 200 тысяч экземпляров, можете себе представить, вообще, в стране, где не хватает бумаги и ночь нести. Ему заплатили, естественно, вы же понимаете, что тираж очень большой, он получил достаточно большую сумму, его очень много печатали в Советском Союзе, ну, роман я имею в виду, и, конечно, Советский Союз для этого бедного эмигранта из Франции, в общем, сильно его материально поддержал, конечно же. Вот, а дальше, вот, что было с ним дальше, он уехал опять по Францию, ничего плохого написал. Я хочу вам показать ролик, который мы с Ромой нарыли, кусочек, который называется Москва, 37-40-й год, и это просто документ хроника московской жизни, но там есть такие забавные моменты, которые я хочу, чтобы вы посмотрели. Давай, Ромочка. МОТОР 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok консульство. А дальше что с ним делать? Ну, выпускали по ночам, между прочим, подышать, потому что было все очень опасно. И он, представляете, он там продолжал писать. Ну вот, но надо же его оттуда тоже вытащить. А американцы как-то связали не очень, и большая задержка. И Леонора Рузвель отправила специальных двух эмиссаров, одного священника протестантской церкви, а другого какого-то деятеля общественного. Отправили вот с целевым указанием вытащить оттуда Фитлана. И действительно ему предложили уехать оттуда. Но он сказал нет. Без Генри Хамана и без сына Томаса Голу, которые тоже в это время находились во Франции, но не в лагере, а просто скрывались, я говорю, не поеду. Его уговаривали, уговаривали, но не уговорили. В конце концов пришлось этого самого Генри Хамана и его племянника, сына Томаса Голу, тоже везти с собой. А везти было сложно, потому что из Франции нам было допасть в Испанию. А в Испанию попасть тогда было сложно, потому что уже все перекрыто было. Короче говоря, они там тоннелями, они там всякими переходами, они добирались до Испании и, в конце концов, через перенеи, между прочим. И вот этот самый престарелый уже Генри Хаман, которому было 69 лет, и который был не очень спортивный человек вообще. Значит, он все-таки это все преодолел, и они оба попали в Испанию, а потом в Хартугане. Потом Фитфангер уже отдельно, один, без жены, потому что было только один билет на пароход. Он уехал в Штаты и через две недели к нему присоединилась жена. И так они оказались в Штатах, и он дописал своего Иосифа и его братья. Но у него не было гражданства, у Фитфангера, у немецкого гражданства, понятно, у него не было, его давно уже выкинули из Германии. А американского гражданства у него тоже не было. Очень долго он хлопотал, ему не давали, не давали, не давали. А когда война закончилась, вроде бы уже все хорошо. Началась история с сенатором Маккарти. Вы помните, да? То, что мы назвали маккартизмом. Понимаете такое было слово? Значит, предлагали всем явиться, ну, разным людям, комиссию по антиамериканской деятельности и, соответственно, выносили какие-то решения. Так вот, Фитфангеру приклеили, знаете, какой ярлык? Преждевременный антифашизм. Преждевременно. Да. И, в общем, короче говоря, гражданство ему не дали. И он не мог покинуть Америку, потому что, ну, он никакой не гражданин, ничего не гражданин. Генрих был гражданином Чехии, например. Ну, в свое время, когда они эмигрировали. Голов, так, кстати, тоже был гражданином Чехии. Томас Манн был, получил гражданство в Америке тоже. А Фитфангеру нет. И, в общем, он так и не уехал оттуда. Он там не уехал. В Соединенных Штатах, в Калифорнии. Значит, Томас Манн остался в Штатах. Потом, после войны, семья переехала в Европу. В Германии он чувствовал себя не уютно. Он, правда, придумал себе хорошую формулу. Он сказал так. Там, где я, там Германия. Он вообще был человек с высокой самооценкой. Вот. И, в конце концов, вся семья оказалась в Швейцарии, в Тюрихе. Вот. А вот этот и Эриков с ними, и Клаус с ними, потом, правда, он уже уехал хоть. Другие дети все они оказались в Швейцарии. А человек по имени Густав Грюнгенс, зять Томаса Манна, оставался в Германии. Он не хотел, я вам уже говорила, не хотел эмигрировать. Ему нужна была немецкий язык, немецкий зритель. И вот он сделал фашистской Германии очень большую карьеру. Он стал вхож, как сказать, в высшие круги. Его личным другом был Геринг. Правда, Гебель свой терпеть не был. Вот. Он стал руководителем государственного театра в Берлине. И, в общем-то, все у него было хорошо. И, да, более того, он даже мог помочь кому-нибудь. Он помог, например, Энсту Бушу, такой был, для меня, этот герец коммунистический, который сидел в конфликте. Он его оттуда вытащил, например, используя свои связи. Но вообще он был актером. Он хотел быть актером. И никаких других у него интересов не было. И вот что он делает. Он играет, он создает новые постановки. Но главная его была мечта – это сделать Гамлик. Сыграть Гамлик. И вот я читала, как он интерпретирует Гамлика как носителя нордического духа. Потому что надо же играть в соответствии с идеологией современной. Вы же понимаете? Это так смешно, это так нелепо. И это так похоже на то, к чему мы привыкли в той жизни. Ну вот, а сейчас пройдет роль… Да, после войны, естественно, этого самого Гамлика его стали… Во-первых, арестовали после войны, да? Потом стали его допрашивать, привлекли к суду, но оправдали. Потому что, так же сказать, в этом оправдании большой роль сыграли свидетельские показания Энстом Буша. Ну и вообще, ну работал человек в театре, был актером, но так и концлагерями и прочими делами не занимался, никого не убивал, ничего такого плохого не делал. И его выпустили. И он стал работать опять в театре. То в одном городе, то в другом, то в третьем. И в конце концов он стал работать в Гамбурге. Ой, да. Стал работать в Гамбурге. Кстати, этот театр напротив вокзала. Вы помните, там есть такое белое красивое здание, театр напротив Гамбургского вокзала? Вот. В этом театре он работал до самой своей… Ну, не самой своей, до смерти, но до ухода со сцены, так, будем говорить. Вот. И самое смешное, что в 1957 году он гастролировал в Москве со своим мельсистом, конечно, с его вот этой главной корольной родью. Когда-то, когда они были очень близки с семьей Маном, Клаус Манк написал о нем книгу, которая называется «История одной карьеры». Мефисто «История одной карьеры», который он, собственно, описал этот джигеновый пункт, описал его взлеты, его падения, его карьеру, как сказать, вверхах. Вот. И эта книга, она была запрещена в Западной Германии, в Ферме. Дело в том, что, когда эту книгу стали издавать и переиздавать, уже Дюгенц вымер к этому времени, его наследник обратился в суд, что эта вот книга – это паспель, это клеветан. И суд решил, что да, так оно и есть. И эту книгу «История одной карьеры» из Восточной Германии, где, конечно, она была напечатана, и, конечно, ее приздавали, оттуда ее контрабандой возили в Западную Германию. Это единственная, вообще, сам издат, или как это еще, да, единственная контрабанда из Восточной Германии в Западную, как художественная литература, другие примерно времена. Ну вот, такая вот у него была история. Умер он все-таки не дома, он уехал в конце жизни, бросил театр, уехал на Майорку, купил там дом, жил себе, но страдал очень. А потом он отправился в кругосветное путешествие, оказался в Маниле в Коста-Рике и перед оттуда от передозировки снотворного. То ли это было самоубийство, то ли это было так, но, во всяком случае, в 1631 году его не стало. Вот такая вот судьба у этого человека. И по этой судьбе, по этой книге Клауса Мана был сделан фильм в 1831 году очень хорошим бенгерским режиссером, который получил, этот фильм получил даже первое место на Каннском фестивале. И сыграл в нем очень хороший актер, немецкий, отличный совершенно фильм, очень вам рекомендую, называется «Мефисто» 1981 года выпуска. И там вот дальше вы посмотрите, там будут кусочки из этого фильма и хроника, так сказать, жизни Германии. Давай. Разреши представить тебе моего коллегу Гендрика Хевгена. Вот наш Мефистофель. Поздравляю. Ваша маска совершенно, воплощенное зло, святое зло. А ведь у вас кроткие глаза вблизи и какое-то нежное рукопожатие. Может, это тоже относится к актерским секретам? Показывать силу и ум в то время, как человек слаб. Ну да. Я предполагаю, что вы готовились к этой роли долго и с напряженным трудом. Всю жизнь, господин премьер-министр. Так и нужно. Ведь в этом секрет величия. Ну да. Может, это тоже. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха-ха. Кусочек из фильма «Мефисто», но в роли Геринга, как бы Геринга, вы увидите сейчас этого человека, одного из руководителей, премьер-министра. Илья Геринга, давай. Илья Геринга, давай. Илья Геринга! 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 Нееееее! На ЛФК Блистеси в этом религии! Это не вероятно! я же всего-навсего актер. А это вот фотография их молодости. Это Густав с правой стороны Юбинс, это рядом с ним Эрика, рядом с Эрикой Клаус и его невеста Памела Юбикин. Я просто почему решила закончить этим, потому что эти четыре человека, встретившиеся в 20-е годы, мечтая о искусстве, об актерстве, о театре и обо всем прочем, конечно же, не могли представить, как сложится их судьба в этом вихре, в этих катаклизмах 20-го века, которые совершенно не зависели. И это очень грустно, потому что от человека ничего не зависит. А все зависит от того, каждый выбирает для себя, во-первых, а во-вторых, времена не выбирают, не живут и умирают. Вот и все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ